Закон об ответственном обращении с животными был принят на УРА зоозащитниками. Одна из его статей запрещает работу контактных зоопарков. К концу года они должны закрыться по всей стране. Что станет с животными, узнавала Юлия Важенина. Давай, мой хороший, давай, не бойся, пришли. К тебе все пришли смотреть тебя, да, да, да. Насуха Крош появился здесь совсем недавно. Бывший житель одного из городских контактных зоопарков теперь осваивает новое место в зооуголке Ковчег в детском столичном парке имени Николаева. Он вначале боится, особенно незнакомых людей. Вот он любит. То есть он может укусить, если резко движение совершить. У него все равно еще небольшой стрессовый период идет. Ну, так вот он очень ласковый мальчик. Все чесаться, все любит, чесаться, чесаться, чесаться. Вот он хороший, Кроша, Кроша. Крош сменил место жительства вместе с другими питомцами. Вместе с ним в зооуголок переехали семейство сурикатов, питон-карамелька, игуана-гена, обезьяна-сайми-ресеня. После запрета на контактные зоопарки у собственников почти нет выбора. Перевозить их в статус обычных зоопарков может не каждый. Слишком много надо вкладывать средств. Поэтому большинство владельцев их закрывают. И еще для своих питомцев новых хозяев. И как хорошо, когда такие находятся. Все животные перенесли переезд отлично. То есть сейчас все равно такой карантинный период. Но мы успели подготовить вольеры, которые позволят содержать каждое животное. Все у своих особенностей. Типолюбивые животные находятся в вольерах, которые подогреваются. Условия для пушистых здесь определенно лучше. Например, специально для сени построили вольер с деревом и гамаком. В доме семейства сурикатов установили теплые полы, насыпали песок. Так что чувствуют они себя почти как в пустыне. Кто кормит? Что-то это... Видимо вкусно. Теперь у этих пушистиков есть личное пространство. Наблюдать за жизнью братьев наших меньших посетителям можно только через цикло. Сегодня для нашей съемочной группы сделали исключение. И все ради вас, телезрители. Чтобы показать вам красивые картинки. Кстати, нашей съемочной группе сурикаты оказались рады. Это Федя. Федя, удобно? Нормально? Вместе с семьей сурикатов он приехал в зоопарк Ковчег буквально две недели назад. Но теперь уже вполне освоились. Бегают, прыгают. Так что приходите и посмотрите сами. Посмотреть можно, а вот кормить нет. Очень часто желание угостить животных выходит боком для них. Поэтому администрация Ковчега настоятельно просит не приносить лакомства животным из дома. Здесь их кормят вкусно, а главное полезно. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика.